Друзья, всех приветствую! В последних роликах вы могли заметить на моем рабочем столе большой, белый, крутой монитор от компании TCL. И сегодня я хочу вам поподробнее про него рассказать. Компания TCL была основана в 1981 году и за более чем 40 лет прошла путь от производства аудиокассет до одного из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники. Сегодня TCL это глобальный бренд с более чем 120 тысячами сотрудников и который занимает второе место в мире по объему продаж телевизоров. Одно из главных преимуществ компании TCL это то, что она производит все основные комплектующие для телевизоров и мониторов на собственных заводах. Такая вертикальная интеграция положительно влияет на качество и цену. Цены ниже, а качество выше. Таким образом компания контролирует полностью весь производственный процесс. Сегодня у меня есть возможность изучить топовый монитор TCL 34R83Q и поскольку в русскоязычном сегменте YouTube я не нашел ни одного обзора на него, то я думаю многим будет интересно посмотреть, что сейчас создает компания, когда речь идет про крутые мониторы. Сейчас на зоне проходит супер акция распродажи электроники и в зависимости от региона героя сегодняшнего нашего обзора можно будет приобрести менее чем за 60 тысяч рублей. Что для сегмента мини LED мониторов на 34 дюйма достаточно неплохо, поэтому ссылочка в описании в любом случае сразу есть, можете закладку себе отметить. Ну и продолжим обзор. В комплекте с монитором у нас идет один HDMI, один дисплейпорт, адаптер питания на 260 Вт, что нам сразу намекает на мощность всего происходящего, кабелечки USB-B и USB-C, ну и конечно же комплект документации. Собирается монитор максимально легко. Защелкиваем крепление, которое имеет контактную площадку для подсветки и позволяет регулировать подъем, наклон и вращение в разных направлениях. Все, монитор собран, осталось его подключить. Сразу скажу пару слов про дизайн, поскольку монитор это, наверное, тот объект, который больше всего привлекает внимание на рабочем столе. Здесь ребята из TCL постарались, потому что у нас такой черно-белый дизайн с подсветкой, которая регулируется, и внимание, безусловно, привлекает, мне симпатизирует. При этом он все равно остается достаточно строгим и, мне кажется, дополнит любой, будь то черный, будь то белый интерьер. Большая надпись Inspire Greatness тоже дает понять, что аппарат серьезный. TCL позиционирует данную модель как профессиональный True HDR монитор, поэтому давайте поймем, чем же он так хорош. Для начала мы имеем дело с широкоформатным изогнутым экраном WQHD 3440 на 1440 пикселей с частотой обновления в 170 Гц и соотношением 21 к 9. Большой показатель кривизны 1500R должен обеспечить более широкий угол обзора, чем обычные мониторы. Монитор имеет более 1100 зон локального затемнения, то есть независимых зон пиксельного управления подсветкой и прекрасное качество картинки. Это увеличивает контрастность и яркость картинки, делается отображение черного цвета более глубоким, а передача изображения более точной. Вы вряд ли знали, друзья, да и я тоже, но буквально каждая третья матрица игрового крутого монитора в мире создана на заводе TCL CSOT. Дисплей TCL CSOT Fast HVA идеальны для киберспортсменов и благодаря высокой статической контрастности времени отклика в 1 мс и частоте обновления снижают смазанность и размытость изображения, позволяя лучше захватывать цели в игре. Если мы включим режим HDR, то пиковая яркость составит 1600 нит, и мы получим сверхвысокий коэффициент динамической контрастности для более точной передачи ярких и темных деталей. Монитор у нас идет на QD MiniLED. Что это такое, вы спросите? Это сочетание технологий QLED и MiniLED, что обеспечивает более высокую контрастность и более широкую цветовую гамму. При этом отличается долговечностью и не выгорает и не теряет яркость со временем. Несмотря на то, что скорость матрицы у данной модели на уровне киберспортивных мониторов, точность отображения цвета гораздо-гораздо лучше. Монитор поддерживает G-Sync и FreeSync. Соответственно, в играх у вас не будет разрыва изображения, тем самым просто экспириенс будет более плавным. Мы немножко с вами поговорили про то, что этот монитор неплох в играх, но поскольку он все же позиционируется как профессиональный, давайте разберем его начинку с точки зрения профессиональных задач. Монитор поддерживает три профессиональных цветовых охвата. 95% DCI-P3, 99% S-RGB и 97% Adobe RGB. Они отвечают высоким профессиональным стандартам постпроизводства для кинематографа и телевидения, а также предусматривают такие функции, как профессиональный графический дизайн и печать. Глубина цвета 10 бит, которая позволяет отображать более 1 миллиарда оттенков. Все это подтверждено Pantone, а Pantone является мировым ведущим экспертом в области цветовой индустрии. Давайте теперь посмотрим на порты подключения монитора. Монитор имеет два USB Type-A, один Type-B, два HDMI, один DisplayPort и аудиоджек. Но самое крутое, на мой взгляд, это полноценный функционал Type-C мощностью 90 Вт. Он обеспечивает высокоскоростную передачу данных со скоростью до 10 Гбит в секунду и поддерживает функцию обратной зарядки мощностью 90 Вт. То есть, друзья, после подключения периферийных устройств к монитору, допустим, ноутбук, нам не нужны какие-то дополнительные провода. То есть, по сути, монитор будет заряжать ваш ноутбук, что эргономику вашего рабочего стола сделает еще более удобной. Самое время, друзья, теперь зайти в меню монитора и посмотреть, какие режимы и функции в нем есть. Начнем с режима KVM. Это когда один набор из клавиатуры, мыши и монитора позволяет управлять несколькими компьютерами. Что, естественно, значительно повышает эффективность работы, сокращает количество внешних устройств и делает рабочий стол более упорядоченным. После включения функции PBP, то есть Picture by Picture, можно разделить экран на две независимые области отображения и представить два входных сигнала в одном экране в одно и то же время. PIP выводит небольшое плавающее окно на рабочий стол. При этом маленькое окно будет располагаться над другими окнами, что позволяет реализовать многооконное отображение двух узлов. В меню также есть профессиональные игровые режимы для FPS игр, для RCG и для RPG. То есть можно одним щелчком переключать то, что вам будет более комфортно. Популярная фишка в игровых мониторах – это несколько режимов перекрестий, которые позволяют вам гораздо четче прицеливаться. Я лично не особо таким пользуюсь, но в данном мониторе этот функционал тоже присутствует. С помощью функции управления темным полем можно выявить и высветлить темные участки, что позволит вам хорошо видеть в темноте и ничто не скользнет от вашего взгляда. Хорошая функция, на мой взгляд, это частота кадров в режиме реального времени. Я думаю, для тех, кто любит мониторить, насколько у него система производительная и сколько FPS в определенный момент, функция будет очень полезная. Функция Wings of Light, то есть у нас крылья света, поддерживает пять эффектов освещения. Статичный красный, статичный синий, цветной, эффект дыхания и спортивный. Их можно настроить в зависимости от типа игры или предпочтений в освещении, а также можно полностью отключить. В мониторе, друзья, присутствуют встроенные двухканальные динамики, которые на время вам могут заменить внешнюю акустику. Из дополнительных приятных моментов монитор имеет выдвижное крепление для наушников сбоку, что для кого-то точно не будет лишним. Выглядит эстетично и функционально. Практически весь ролик, друзья, я расхваливал, рассказывал про функционал данного монитора. Ну и логичный вопрос, есть ли хоть какие-то у него минусы. Давайте про них немножко поговорим. Как только у меня появился этот монитор, я спросил в нашем Телеграме и в ВК, вот, если у кого-то есть опыт использования, какие минусы. И, наверное, основной момент, на что внимание заострили, это то, что у монитора ножка слишком большая. Это, конечно, не совсем относится к функционалу самого монитора, но, тем не менее, если у кого-то маленький стул, возможно, это для кого-то будет критично. В данном случае у меня стол огромный, мне это абсолютно не напрягает. А вот что меня напрягло, это то, что, когда мы говорим про топовый монитор, все же мне хотелось видеть какую-то безрамочность. Но здесь, если мы наблюдаем, все-таки у нас по краям есть добрый сантиметр такого черного поля, что немножко, на мой взгляд, вот теряет такая вишенка на торте, если все-таки бы смогли сделать безрамочную матрицу, погружение, как мне кажется, было бы еще круче. Также скажу про стройные динамики. У меня такое ощущение, что они действительно лишь бы были, потому что я выставил громкость на максимум, и они все равно настолько тихие, что мне даже приходилось практически в пустой комнате прислушиваться, поэтому к плюсу я это точно отнести не смогу. Они, конечно же, смогут заменить временно, но все-таки я бы к такому монитору действительно подключал хорошую акустику, потому что, скорее всего, у вас и хороший ПК, и качество звука должно соответствовать качестве картинки данного монитора. К сожалению, друзья, давайте посмотрим трезво. Я профессионально не занимаюсь ни графикой, ни фотографией, и оценить цветопередачу данного монитора я, как профессионал, конечно же, не могу. Поэтому мое мнение здесь исключительно как человека, который просто любит компьютеры, любит технику, и через мои глаза, руки прошло достаточно большое количество как хороших, так и плохих мониторов, и могу сказать некоторые вещи однозначно. Если мы говорим про рабочий режим, что для меня очень удобно, когда мы говорим про 34 дюйма, про вот такой широкоформатный изогнутый монитор, то, по сути, он заменяет несколько мониторов. Ты можешь спокойно пооткрывать полноценные страницы нескольких задач. То есть, допустим, у меня там открыт Telegram, открыт браузер, еще какой-то ресурс, и я одновременно могу работать. Это очень удобно. С точки зрения игр, друзья, если до этого у вас был монитор 24-27 дюймов, и вот вы пересаживаетесь на такую махину, эффект погружения абсолютно другой. То есть, конечно же, когда у тебя просто вот такое вот полотно перед глазами, да еще оно немножко закругляется, в разы-вразы приятнее, чем если бы Моника был поменьше. Я думаю, это так очевидно. Чем больше экран, тем ты картинку, называется, сочнее на себе просто ощущаешь. Ну и если мы перейдем опять же на озон, посмотрим на отзывы, то я так понимаю, что большинству людей данная моделька действительно зашла, и в любом случае только вот человек, который приобрел, может оценить ее трезво, насколько она под его задачи действительно подходит. Покупая такие мониторы, вы должны четко давать себе отчет, для чего и как вы будете его использовать. Ну и под концовочку, друзья, я этим монитором пользуюсь уже около месяца. Пока что он не подвел. Если вы себе все-таки рассматриваете к покупке вот такие вот широкоформатные большие мониторы на 34 дюйма, то как минимум стоит обратить внимание на эту модель и просто сравнить по ценнику, по функционалу. Я сегодня вам постарался рассказать в таком вот... Не знаю, мы постарались быть красивыми, грамотными обзорщиками. Спасибо большое оператору Никите, то, что снял и смонтировал для вас этот ролик. Я надеюсь, немножко полезно вы узнали. Ну и если вам понравилось, напишите что-нибудь в комментариях, обязательно перейдите по ссылочке. Нам будет очень приятно. А этот мониторчик будет дальше трудиться и посмотрим, как он прослужит. Всего вам хорошего. Увидимся в новых компьютерных историях. Пока-пока.